Всем привет, друзья! На связи, как всегда, ММА Бетс. Меня зовут Роман. Я отвечаю за бесплатные прогнозы, веду платную рассылку, записываю подкаст, в общем, все, что связано с ММА. На этот подкаст все как обычно, второстепенные турниры недели. На этой неделе, помимо UFC и из крупных турниров, которые, скорее всего, будут в линии, будет три турнира. One Championship, LFA и ACB. Итак, начнем с турнира One. Ну, турнир, на самом деле, будет весьма и весьма проходной. Там будут бои по правилам кикбоксинга, будут бои по правилам муай-тай. Ну, из интересного, конечно, мы можем кое-что выделить. Естественно, я говорю про бой Марата Гафурова против Эмилио Урутия. Итак, друзья, Марат Гафуров, к сожалению, потерял свой пояс в организации One. У него прекрасный рекорд 15-1. Ну, вот как раз первое поражение в прошлом бою. Это было в августе 2017 года. Он был нокаутирован. Как видите, достаточно долго восстанавливался. Марат Гафуров — это просто прекрасный джитсер. Он в партере невероятно работает. И большинство своих побед он именно сабмишном одерживает. В общем, если он переводит соперника в партер, там, собственно, как правило, все заканчивается. Его соперник, как видите, на пару лет помоложе, немножечко уступает в росте Эмилио Урутия. Ну, Урутия два боя уже провел в организации One, оба выиграл. Причем в крайнем бою впервые в своей карьере выиграл нокаутом. Почему у него нет ни одного нокаута? Ну, вот в любителях только был в 2011 году. Потому что этот парень предпочитает бороться. Его базовый стиль борьба. Именно это он делает в каждом своем бою. И, в принципе, особо ничего больше переводит, залеживает, грубо говоря. Из четырех поражений два нокаута, один сабмишн. Первый бой в организации One, кстати, он именно так и выиграл. Просто залеживал Эдварда Келли. Весьма неплохо в партере. Но я полагаю, что с Маратом Гафуровым лучше ему в этом компоненте не тягаться. Потому что я совершенно уверен, что Марат будет на голову лучше его в партере. Я в этом убежден. И, учитывая вот эту предрасположенность Рути к партеру, я полагаю, что он будет достаточно легким соперником для Марата. В стойке, конечно, Эмилио хорош. Он показал, что он может ударить. Не то, что хорош, но неплохо. Он себя нормально чувствует и может ударить. Но я не думаю, что он сможет защититься от тейкдаунов Гафурова. И я полагаю, что Гафуров его выиграет, скорее всего, досрочно. Итак, следующий турнир. Уфа 37. Здесь будет два титульных боя. Собственно, титульный бой среди женщин весит 125 фунтов. Сабину, Мазу и Саза будет сражаться с Шенон Син. Ну, по моему мнению, друзья, очень даже неплохой бой. Сабине всего лишь 21 год. Она из Колумбии. И, черт возьми, она показывает прекрасные выступления. Как видите, тренируется в Kings MMA. Просто посмотрите ее два предыдущих боя. Они есть на Ютубе. Ну, собственно, на Ютубе вообще все четыре ее боя есть. Вот. Это были красивейшие победы хайкиками. Причем она вырубала соперниц просто наглухо. Они просто падали, как бревна. Вот. Ну, а посмотрев первые ее два боя, можно выявить ее, скажем, ну, недостаточно, может быть, недостаточные скиллы в партере. Но, тем не менее, они есть. Залежать ее весьма трудно. Если даже там удается ее переводить, ее трудно залежать, потому что она постоянно что-то пытается делать. Менять позицию, там, как-то выходить за спину или набрасывать снизу, там, армбар, треугольник, что-то такое. В общем, очень опасный боец. Повторюсь, она еще очень молодая, 21 год. Ей еще развиваться и развиваться, но очень опасно. По стойке я могу сказать, что для женщин это... У нее очень хорошая стойка. Это, мягко говоря. Она прямо очень хорошая. Она практически не работает одиночными ударами, да, как большинство женщин это делает. Там, никаких наскоков. Как правило, она действует именно комбинациями. Она готовит свой удар, прячет их. Собственно, именно поэтому ей удалось два боя подряд хайкиками выиграть. В общем, по моему мнению, очень интересный представитель этого веса. И очень перспективный. Что касается ее соперницы Шенон Син. Ну, я уже достаточно давно слежу за ММА. Я думаю, те, кто также давно следят за ММА, могли видеть ее в организации Invicta. К сожалению, там она себя проявила отвратительно. Сумела выиграть только один бой, но выиграла соперницу с отрицательным рекордом. Два боя проиграла Кристине Стэнли и Андреа Ли. Затем перешла в организацию SCL, в которой по сей день не выступает. Ну и вот один бой она провела в ЛФА. Выиграла Кэти Коллин с решением. Отмечу, что в этом бою она была просто огромным андердогом. Там 4 или 5 на нее был Кэфчик. В общем, кто помнит, собственно, я ее забирал там за этот коэффициент. В общем, этот бой она выиграла. Кэти Коллин с все, что делает, это лезет в партер на пролом. Шэнон Син сумела отзащаться. Более того, она сама в некоторых моментах партере доминировала. Она неплохо накидывала в стоки. Но по большей части я хочу заметить, что Кэти Коллин с... Ну, все-таки весьма слабая соперница на самом деле. После поражения Шэнон Син, она, кстати, еще один бой в ЛФА успела проиграть. Помимо нее Шэнон Син даже в организации SCL себя не смогла хорошо проявить. Она из 4-х боев, как видите, 2 проиграла с Абмишином. И сумела только 2 выиграть у весьма слабых соперниц. В общем, друзья, Шэнон Син, скорее всего, здесь попытается переводить бой в партер. Потому что именно там, ну, какая-никакая слабая сторона из САЗы. Хотя я, если честно, даже не считаю партер ее слабой стороной. Но в стойке я совершенно уверен, что у Шэнон Син вряд ли появятся шансы. Я полагаю, что этот бой и выиграет Сабина, Маза и САЗа. Ну, а что касается главного боя, Син Байс и Майкель Перес. Ну, по моему мнению, друзья, здесь все очень и очень спорно, если честно. Син Байс это очень скилловый боец. 8-1, единственное поражение небезызвестному Педро Нобре с плитом. Это было в 16-м году в организации Титан. Помимо этого, как видите, он выиграл все свои бои. Но вот большинство он выигрывает боев именно решением. Парень очень скилловый. В стойке себя прям вот отлично чувствует. Очень хорошая стойка. Но, в принципе, при случае может перевести, может подзалежать, побороться. Много-много передвигается на ногах. Ну, такой, скажем, достаточно темповый боец. Достаточно игровой. Ну, а что касается его соперника, Майкель Перес. Вообще, в ЛФ он пришел, ну, скажем, как восходящая звезда, наверное, в будущем. Почему? Потому что он имеет борцовскую базу. Если я не ошибаюсь, он олимпийский борец. Ну, могу ошибаться. В любом случае, база у него 100% борцовская. Как видите, Kings MMA тренируется. В общем, к сожалению, он уже один раз оступился. Проиграл с Абмишином Адаму Мартинзу. Немножко подустал в том бою и совершил ошибку. Три боя с Абмишином, но вот крайние два решения. Что касается его стиля, любит идти вперед. Достаточно хорошо себя чувствует в стойке, но я полагаю, друзья, что в стойке с Сидбай скорее всего получше, наверное, будет. Но здесь все зависит от того, кто кому именно свой стиль навяжет. Если вот сможет Перес переть вперед, навязывать вот какие-то обмены ударами, размены, то, возможно, он и в стойке будет какие-то дивиденды вынимать. Но так, на вскидку, я думаю, Байс в стойке будет получше. Вопрос в борьбе. Перес в борьбе будет точно лучше. То есть, Байс, я думаю, что не будет лезть в борьбу, а именно Перес будет стараться переводить. Если у него будет получаться, будет получаться давить, будет получаться как-то кринчевать, переводить, то шансы есть. Ну, на кого ставить, я здесь, к сожалению, подсказать не могу. Все зависит от коэффициентов. Ну, весьма равный бой. Ну, может быть, 60 на 40, 55 на 45, где-то так, в пользу Сида Байса, по моему мнению, друзья. ACB 85. Итак, этот ACB, если я не ошибаюсь, в Италии... Да, все правильно. Боев назначено не так и много, на самом деле. Ну, из интересного разберем, наверное, несколько боев. Магомед Раисов, допустим, Джолтон Сантос. Я думаю, вы прекрасно знаете, да, кто такой Магомед Раисов, организация ACB. Брат Юсуфа Раисова, к сожалению, ну, скажем, не так вот прям ярко, как Юсуф в последнее время выступает. Не такой однозначный претендент на титул. Но, тем не менее, показывает достаточно хорошие бои. И могу отметить, ну, весьма плохой его кардио, которая уже с ним сыграла. Плохие шутки. Сплит с Майклом Бобнером признали ноу-контест. И проиграл в итоге Майклу Бобнеру нокаутом. В общем, крайние два боя он выиграл нокаутом Сухроба Довлатова и Петта Хили. Собственно, здесь все зависит от того, по моему мнению, что из себя представляет бразилец, сколько он сможет держаться. То есть, если он, допустим, продержится, там, больше раунда, больше полтора, мне кажется, что вполне вероятно, что какие-то шансы у него появятся. Потому что, повторюсь, у Магомеда просматриваются проблемы с кардио. И если он эти дыры не золотает, то у него будут и в бою проблемы. Джоэлтон Сантос в организации Сибири уже выступал. И он проиграл Шарафу Довлат Муродову. Ну, а помимо этого, как видите, он проигрывал Дауду Шайхаеву, Исмаилу Де Хесусу, Алексу Оливере, который ковбой. Ну, и пару не особо известных соперников в 2013 году. Как видите, большинство поражений – это бойцы скилловой, бойцы с именами. То есть, ну, не просто так, да? А, прошу прощения. В общем, сейчас он ведет отличную серию. Большинство побед вот именно из вот этой серии досрочные. Вообще у него там почти равная статистика, то есть нокауты и сабмишны. Но, посмотрев его бои, я вижу, что он не прочь побороться, не прочь пройти в партер. Но вот именно, если брать те бои, которые он проиграл, Шарафом Довлат Муродовым, допустим, там у него, конечно, ничего в партере не получалось, это понятно. Но, тем не менее, бои он проводил очень даже неплохие. И, что касается кардио, оно у него на вполне себе хорошем уровне. И, в принципе, скиллы, в стойке скиллы тоже очень неплохие. Я полагаю, что, ну, что несмотря на проблемы с кардио, как я уже не раз упоминал у Магомеда Раисова, я все равно думаю, что, скорее всего, он выиграет этот бой. Но это здесь не стопроцентно. И я не думаю, что он сможет этот бой быстро выиграть. Потому что все-таки Джолтон Сантос себя показывал неплохо. И, ну, скажем, слабым бойцам. Он, в принципе, не проигрывает сильным бойцам. Но я считаю, в принципе, Магомед Раисов вполне по скиллам хороший топовый боец. Ну, пока не проседает. В любом случае, мысль я к чему веду. Я полагаю, что будет тотал больше. Полагаю, что выиграет Магомед Раисов. Ауэрл Пиртеа против Амирхана Адаева. Ну, Пиртеа, конечно, заслуживает соперников все более топовых. У него, наверное, есть, скажем, какие-то притязания на титул. В организации ACB провел четыре боя. Проиграл только один раз. Шамилю Никаеву. Топовому бойцу. Три победы с Абмишином. Собственно, Сол Роджерс, да, другой топовый боец. Не даст соврать. Гильотина у Аурела. Аурела просто отточена до автоматизма. Очень, очень опасный в партере парень. Хорошо себя, кстати, в стойке чувствует. Но вот партер туда лучше не соваться никак. Ну, а что касается Амирхана Адаева. В общем, это боец, который за последнее время проигрывал Джошуа Авелесу с плитом. Ну, Авелес, опять же, это очень высокий уровень. Он, кстати, в прошлом бою это подтвердил, свой уровень. Адаев весьма неплохо также проводит бои в организации Сибири в последнее время. У него, ну, более-менее неплохая стойка и отличная борьба. Он в каждом бою старается именно перевести соперника, поработать в партере. Вполне себе хорошее кардио. Но вот я хочу заметить, что, естественно, опасность гильотина, она присутствует. Это никуда, конечно, не денется в бою спирта. И если Амирхан не попадет к гильотину там при переводе, что, в принципе, вероятно, да, то я полагаю, что он выиграет этот бой недосрочно. Скорее всего, по очкам, но полагаю, что выиграет. Но, друзья, если как бы, ну, любите ставки, любите вгружаться, я не советую прям большие суммы на Адаева ставить, повторюсь. Достаточно опасный бой. Энтони Леони, Магомед Геназов. Итак, Энтони Леони. Очень-очень опасный грэплер. Собственно, в ACB он проиграл единственный бой чемпиона Аскару Аскару, который, по некоторым там информации, уже в UFC, да, будет выступать. Выигрывает в основном с Абмишными. И вот, как видите, в его последних боях, да, после того, как он с Белатару ушел, он выступил в организации Ахмат, выиграл не битого на тот момент Шамиля Магомедова, пришел в организацию ACB, выиграл Расуна Албасханова, у которого было всего одно поражение, и в крайнем бою выиграл Дэна Гарнету, у которого также было одно поражение. И я хочу заметить, что Энтони Леони, помимо того, что в партере он невероятно хороший, невероятно опасен, тем не менее, в стойке он тоже себя чувствует хорошо. Тот же Дэн Гарнет, опять же, соврать не даст. Гарнет выигрывал начало боя в стойке, он не давал себя перевести Энтони Леони, и в итоге, во втором раунде Леони начал очень хорошо попадать, начал пробивать Гарнета, и он сам полез в партер, ну, собственно, и сам залез в галетину. В общем, очень и очень опасный боец, и опасный, по моему мнению, во всех компонентах. Ну, больше, конечно, в партере, однозначно. Магомед Геназов. Ну, этот боец весьма молод, 23 года. Как видите, проигрывал он достаточно, ну, скажем, известным, да, соперником скиллом, с именами. Крайнее поражение Матеушу Маттасу, а это, ну, по крайней мере для ICB, он реально топовый боец. Я считаю, что он, в принципе, для мирового уровня очень неплох. Ну, Магомед Геназов, не знаю даже, я про него особо рассказать, скажем, не могу, какие-то отличительные черты, потому что он вполне себя хорошо чувствует в стойке, он себя хорошо чувствует в партере. Как мне кажется, этот боец имеет очень хорошие перспективы. Вот. Выступает в основном в 135, ну, крайний бой в 125 почему-то провел. С Эндони Леоне тоже будет в 135 драться. Я думаю, что Геназов, скажем, будет лучше в стойке, как мне кажется. Ну, а что касается борьбы, я думаю, что либо Геназов здесь будет хорошо защищаться, ну, либо он тоже сможет навязать конкуренцию Эндони Леоне. Здесь, конечно, неоднозначно, но, по моему мнению, все-таки Магомед Геназов должен победить. И мне кажется, что далеко не факт, что здесь закончится бой досрочно. Ну, собственно, вот как-то так, друзья. В общем, у меня на сегодня все. Прошу прощения за голос, как раз переболел. Следите за каналом, следите за группой, будут бесплатные ставки. Ставьте лайки, подписывайтесь, все как обычно, друзья. Всем всего хорошего.